Денежные выплаты за супружеское долголетие начали выплачивать в Хабаровском крае распоряжение о единовременной выплате семьям, которые прожили в браке более 50 лет. В феврале подписал Михаил Дегтярев. С одной из семейных пар познакомилась Дарья Небора. Это нам на 50 лет свадьба была у нас золотая. И невестка подарила нам вот это тихо. Вроде как говорят, собака с кошкой не живут. Ну а мы вот 61 год. По-моему это символ. В этом году семья Романовых отметила бриллиантовую свадьбу. 60 лет. 62 года назад молодой летчик и студентка познакомились на танцах в Хабаровском доме офицеров. С тех пор не расставались. Сегодня в семье Романовых двое детей, внуки и правнуки. Даже другой раз поеду на дачу одна. У нас здесь дача недалеко. Уже беспокоюсь. Так что уступать друг другу надо. Самое главное, когда промолчать. Когда ругаемся уже так. Че нам ругаться, че делить. Памятный знак за супружеское долголетие был учрежден в Хабаровском крае три года назад. А в этом году по распоряжению Михаила Дегтярева парам, которые на протяжении многих лет чтут семейные ценности, положена также единовременная выплата. 25 тысяч рублей. Причем всем. Без исключения. С марта семьи, проживавшие в браке более 50 лет, начали подавать документы. Романовы обсуждают, на что потратят уже полученные деньги. Сначала как-то не поверили, а потом, ну, пошли, оформили документы. Детям отдадим. На что, куда нам тратить. Заявление на получение памятного знака и выплату подали около 7 тысяч пар. Обязательное условие для участия – проживание в регионе последние 20 лет. Рассмотрено 4600 заявлений, положительных принятых решений. И из них порядка 60 заявлений принято решение об отказе. Потому что у кого-то нету 20 лет проживания в предшествующих дню обращения в Хабаровском крае. У кого-то имеется расторжение брака. Для оформления памятного знака необходимо присутствие двух супругов. Из документов потребуются паспорта, свидетельства о регистрации брака и реквизиты банковского счета или карты. Прием заявлений идет на постоянной основе. Дарья Неборость, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».